Спасибо. Я думаю, что мы начали хорошо сегодня. Мы знали, что это не просто место играть здесь. Авто в первом этапе победил. Мы знали, что, конечно, Авто готов играть. Но я счастлив, что сегодня у нас был очень хороший начальник. Я думаю, что сегодня нам удалось очень уверенно начать матч, потому что мы прекрасно понимали, что Теребуев такой город, где очень непросто матчи проводить. Тем более соперник до этого уступил. Поэтому я думаю, что нам достаточно хорошо начало матча удалось. И я думаю, что после того, как мы победили на четвертый гол, после этого мы начали уменьшить немного. И мы уже не следовали намного плана. Поэтому мы были сложными временами. Но нашим голодом Юху Метцела, опять же, сегодня очень сильный гейм. Когда мы забили четвертую шайбу, я думаю, что мы от нашего плана отступили. Сопернику стали больше позволять. И такие достаточно непростые времена у нас были. Отдельно отмечу Юху Метцела, который сегодня хорошо сыграл и на вашей команде помогал победить. В третьем периоде я считаю, что мы смогли снова вернуться к нашему игровому плану. И за счет этого как раз таки заслужили победу. Максим Максимов, Медиа, Спорт-Экспресс. Два из них матча с несколькими, надеюсь, аутсайдерами. Девять заборшенных шайб. Вы ожидали, что такое хоккей, а своих подопишек на старте сезон? В общем, у нас есть много голов. И, конечно, хорошие головы. Мы у нас есть скелый team, мы у нас есть сильный team. И, как можно сказать, мы играли в двух играх. Так что, как можно сказать, я не думаю, что когда мы играем в этом, мы можем создать chances. Надеюсь, так же будет проживаться в течение всего сезона. Но, да, отмечу, что у нас достаточно непростые игры были. И поэтому, наверное, ключевым является то, что у нас очень мастеровитные хоккеисты. И я думаю, что ключевое, что нам дается создавать голевые моменты. Поэтому, да, сдеть голов – это, конечно, хорошо. Спасибо. Александр Капик, Медиа. Можно ли сказать, что такое количество ошибок со стороны соперников в первой половине игры, как следствие активных действий. Со стороны вашей команды и установки на активных действий. Да, это был план, что мы действительно хотим проживаться, когда у нас есть возможность. И также, как мы хотели контролировать хоккей, изменять хоккей и создавать моменты, где мы можем их проживаться на проживание. Я думаю, что это работает хорошо сегодня. Да, я думаю, наш план как раз таки в этом заключал, чтобы сопернику как можно меньше места оставлять, играть и заставить его 10 под прессингом, постараться забрать шайбу и уже создавать свои голевые моменты. Поэтому, да, это часть как раз таки нашего игроплана на сегодняшний матч. Здравствуйте, можно? Да-да, Замат давай. Здравствуйте, Замат Шелуков, Медиакорсеть. Первый вопрос. Вы сказали, что отошли от своего плана на матч. Почему это произошло? Не отошли, в смысле уточнишь, что ты имеешь в виду? Но Томми говорил, что во втором периоде отошли от плана на игру. С этого появились проблемы. Вот вопрос о том, почему это случилось. Я думаю, что мы победили наш четвертый гол. И после этого, наш офис был плохим. Многие пакли остались в нейтральной зоне, в дальнейшем луне, и оппонент получил момент. Так что не было достаточно дисциплины. Я думаю, что в двух моментах как раз таки про второй период если говорим. Во-первых, много проблем с дисциплиной, скажем так, и в атаке у нас не все ладилось, потому что достаточно много шайб в нейтральных зонах теряли, и плюс еще на синей линии, поэтому соперник подбирал и создавал момент. Я думаю, что это ключевой момент. Не было соблазна поменять порядок выхода звеньев в начале третьего периода. Не перейти на три звена, а именно поменять порядок, чтобы после такой непростой концовки второго было легче начать третий. Азамат, давай. Давай, как там придумал. Я думаю, что я знаю, что у нас есть сильная база в нашей игре. Но я знаю, что у нас есть сильная база в игре. Я думаю, что здесь ключевое, что нам не нужно было ничего менять, потому что у нас, в принципе, ключевый момент – это как раз тактический. Все звенья хорошо тактически готовы, поэтому здесь мы понимали, что немножко нужно передохнуть и все снова заработали. И последнее. Пожалуйста, объясните, почему не было науки? Как у вас связано ли это с тем, что он много удалялся и слабо провел предыдущий матч с Борисом? Спасибо. Это связано лишь с ротацией, никакой травмы у нее нет, потому что у нас 9 хороших защитников, поэтому предоставляем всем игровое время. Владимир Бакулин, КХЛ в доме. С командой сейчас на выезде находятся и Хохряков, и Картаев, и другие ребята. Настолько есть вероятность, что они в Багнитогорске сыграют. Давайте посмотрим. Тихонов, он очень-очень близкий. Я думаю, что в следующей неделе может быть Петр Хохряков. Очень близко к возвращению свой основной состав Тихонов, и, вполне возможно, достаточно скоро уже на следующей неделе появится Петр Хохряков. Максим Иванов, Бен Салайн. Томми, во втором матче подряд Салат, в принципе, проигрывает силовым приемам. При этом до сезона вообще заявлялась командой вами и игроками, что Салат хочет играть более агрессивно. Вообще, силовые приемы как-то могут корректироваться с агрессивной игрой, или это никак независимые факторы? Вообще, почему вы проигрываете по силовым приемам? Да, это агрессивный хоккей. Это не только за удары. Это первое. И я думаю, что мы играли в двух играх. Мы защитили очень агрессивно. И я очень счастливый, как активно наша команда сейчас. Агрессивный хоккей – это не только силовый прием. Поэтому то, как мы действовали в защите эти два матча, мы очень довольны, потому что мы старались играть, так скажем, в хорошей защитной хоккей. Поэтому я думаю, что нам это удалось. Можно добавить еще один вопрос? У нас такая возможность. Последний тогда про Мухаммадурина. Он вышел в одной из спецбригад большинства вместо Ларсона. А потом дальше Ларсон опять выходил. Оценить игру Шакира в этой попытке – это был такой моментный эксперимент? Либо вы просто так вышли, что Ларсон не смог выйти и просто так поставили. Спасибо. Ларсон, он у него плот, и Реф сказал, что он не может идти. Поэтому Мухаммадурина играл. И Мухаммадурина у него был очень долго. Он приходит каждый день. Он приходит более и более. Но он молодой, он должен работать каждый день. Что касается появления Мухаммадурина, там были небольшие проблемы с экипировкой у Ларсона. Поэтому вышел Мухой. Но с точки зрения его игры я скажу, что он с каждым днем все лучше и лучше становится. И поэтому мы ждем от него прогресса. И возможно будет как раз таки играть. Спасибо. Всем добрый вечер. Главный тренер хоккейного клуба в Томбилис, Билл Питерс. Ответ наш вопрос. Прокомментирует сегодняшний матч против Слава Тривайла. Разочаровывающее начало. Мы достаточно быстро пропустили в очередном матче несколько голов. И затем с трудом создавали моменты и не смогли перевернуть под неудачно складывающийся матч. Вопросы? Спасибо. Билл, мы уже в этом разорвали на треске. Когда мы увидим более сильных игр на протяжении всего нас. И это будет лучше, но мы все равно имеем части в игре. Да. Да. Да, очень непонсистен сейчас. У нас началось, как мы нервы, мы тентитивны. Я люблю пушку в второй. Мы выиграли для того, чтобы сделать 2-1. И потом мы возвращаем внимание на тему, они получили пеналлельно и получили пеналлельно. Это то, что я говорю. Моментум-свинг в игре. И нет, мы не играли 60 минут. У нас есть уверенность. В регулярной сезоне. Полностью согласен. Сейчас мы не видим четкой картины. Плохое начало. Затем мне понравилось, как мы действовали во втором периоде. Хорошо давили. Смогли создать моменты. Забили один гол. Затем заработали удаление. Зарезавали большинство. И все вроде бы шло хорошо. Но нам не хватает именно играть 60 минут в одном ключе. Так как мы смотрелись во втором периоде. Но когда мы увидим один стиль в игре, 60 минут. Вау! В следующий раз отсюда. В следующий раз отсюда. Нужно быть в следующий раз отсюда. Нет причин, чтобы не быть. Как можно скорее постараемся. Потому что в следующий раз отсюда. Мы уже будем стараться сыграть полноценно весь матч. А Шикина как-то попробуем делать его игру и он не попался в его. Он не попался в его. Станин에서는 что-то шикиностики. Может, он ударил с геймсом-шикистку. Может, не может ли он ударил в игру? Или не может? Нет, вы слышите? Ну, опять же. Первые два – это две третий-он-тус. А третье – это мы наверное сценаристик, а потом покренили на «поэв плей» голову. Но 4-1 пр gördеть. Все третия – изменения. Для меня, прежде чем мы будем говорить об ошибках голкипера, нужно исправить ошибки, которые происходят перед голкипером, потому что забитые шайбы, выход 2 в 1, 3 в 2, это ошибки в обороне, не стоит винить во всем Шикина. В этих пропущенных голах есть люди, которые плохо выполнили свою работу перед ним. Скажите, то, что он начинает подсаживаться в начальной фазе, рассказ, как-то он может бороться, это же такое движение, паразит. Я думаю, что он начинает подсаживаться в начальной фазе, когда он начинает подсаживаться, он начинает подсаживаться в начальной фазе. Он начинает подсаживаться в начальной фазе. 3-1 и открытый бросок на смене, я не вижу здесь прямой проблемы во вратаре. Но тренер по вратарям разберется, конечно, полный разбор сделает вместе с Димой. Спасибо. Почему команда так уязвима подсаживаться в начальной фазе? Да. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Самое главное, нам нужно исправить ошибки при обращении с шайбой. Если мы избавимся от такого большого количества потерь в атакующей зоне, мы станем смотреться намного лучше. Проблема сейчас заключается в том, что мы проводим нашу атаку, мы атакуем через вершины. Мы вроде бы делаем правильно, но при этом мы совершаем потерю и идет быстрая контратака, где оппонент нас превосходит в количестве игроков. И, конечно же, это становится серьезной проблемой. Нам нужно сейчас подчистить именно обращение с шайбой передачей, уменьшить количество потерь. И картина кардинально поменяется. Есть ощущение, что игроки, которые вернулись из максимальной фазе, не совсем же вписались в КГУ. Возможно, они начнутся с взаимодействиями из предстоитовки. Принц и Даквастер, которые взаимодействуют с их национальными фазами, они не выглядят в их лучшем. И может быть, мы должны играть на линзе, которые мы имеем в преследовании в Келевинске. Мы были лучше в Келевинске, я agree. Да, потому что согласен в Келевинске, мы смотрелись, конечно, лучше, тем извиня. Но имея в своем арсенале таких игроков, мы не можем не поставить их, они отличные игроки. Владимир Бакуленко, ХЛ, Билл, насколько удалось взбодрить первую линию с перевода Мейсика? I think this first line looks better when Mace comes to the center of the first line. Well, who is that? The first line looks better with Mace in the center. With Mace? In center for this game. With Schooner and... Yep. And... Принц? Yeah. Yeah, I thought they were better. I thought they were better. I thought they had, you know, some trouble in the face-off circle. So when you're talking about offensive guys, skilled guys, when you don't win face-offs, you know, you're defending and you've got to work hard to get the puck back. So we'll have to look at it. But yeah, I didn't mind, you know, some of the things they did here at night. Obviously, they did some good things, but there's some things they can easily clean up, too. Yeah, I think that with Mace in the center of the first line looks better. I think that's what I'm going to do with you. I think that we need to clean up moments with the throwback, because they're so smart. And the players who are well-meaning and well-meaning, they should be able to clean up with the throwback. And when you're playing with the throwback, you're, of course, it's hard to demonstrate your best quality. In principle, this line is my favorite. They have their advantages. но также есть вещи, которые нужно почистить, и от которых, конечно, нужно избавляться. Вопросы зала? Вопросы зала? Вопросы зала? Сейчас мы будем обращать особое внимание на то, чтобы почистить эти моменты, убрать эти лишние потери, и когда мы уберем эти потери, играть нам станет намного проще, мы сами себе усложняем жизнь, и мы надеемся, что в ближайшее время мы перестанем это делать. Спасибо. 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 Спасибо.